добрый вечер добрый вечер всем кто к нам присоединился мы обсуждаем вам последнее десятилетие истории иудейского царства о чем у нас есть несколько источников у нас есть внутри библейские источники у нас есть бавилонские источники у нас есть наконец некоторые данные полученные в результате археологических раскопок касательно разрушения иерусалима вот сегодня мы поговорим главным образом посмотрим докуда успеем дойти о двух внутри библейских источников которые взаимодополняют друг друга это книга царей с одной стороны и книга ирмияу с другой стороны я напомню вам что ирмияу был фигурой судя по всему достаточно доминантной в последние десятилетия иудейского царства согласно тем датам которые появляются в самих библейских текстах его пророческая деятельность продолжалась около 40 лет начиная с 13 года царя юшияу и заканчивая по меньшей мере заканчивая годом разрушения иерусалима 586 годом после чего следы ирмияу какой-то момент теряются причем надо отметить что начало его пророческая деятельность является тоже довольно таки символическим годом потому что это год смерти последнего сильного царя ассирии ашурба непала 627 года новой эры и когда мы говорим о последнем десятилетии истории иудеи здесь по крайней мере опять же согласно библейским текстом доходит до некоторой точки экстремума взаимо напряженные взаимоотношения между пророками властью и это собственно говоря и будет темой большей части сегодняшнего занятия опять же если успеем больше так перейдем к следующей теме я напомню вам также что ирмияу опять же согласно библейским текстом других текстов нашего распоряжения не имеется который вы каким бы это образом а его упоминали и они повествовали занимал последовательную про вавилонскую позицию что значит последовательно про вавилонскую позицию он утверждал достаточно последовательно две вещи с одной стороны власть над миром дана нам уходоносору богом и и поэтому всякий бунт против него есть бунт против воли бога а с другой стороны он говорил о том что единственный способ иудейским гражданам и русалимским гражданам уже находясь в осаде уже когда началось восстание против вавилона единственный способ спастись это понять белый флаг капитулировать открыть ворота города и с поднятыми руками выйти к вавилонским войскам как вы понимаете такая позиция вряд ли могла устраивать большинство защитников города собственно восстание против вавилонин началось мы не знаем точно когда оно началось мы знаем только когда исходя как из вавилонских текстов так и библейских когда ну куда носор прибывает в иерусалиме начинает осаждать вас она продолжается около полутора лет он прибывает пятьсот восемьдесят году и осаждает и осаждает иерусалим теперь мы откроем сейчас разрешение открою файл и мы пойдем по текстам итак прошлый раз как бы мы начиная эту тему сказали что возможно ирмия у возлагал надежды на последнего царя иудеи и с точки с точки зрения политической надежды эти видимо обозначали в глазах ирмия у подчинение иудеи вавилону и отказ от какого бы то ни было от какой бы то ни было повстанческой деятельности ну условно говоря можно сравнить это если перенестись другую эпоху с временем раби иуда носи то есть как бы время когда раби иуда носи был главой иудеи внутри римской империи это как бы время которое изображается как правило в арминистической литературе как такой золотой век полное спокойствие нет войн нет разрушений страна процветает и при этом у руководителя прекрасные отношения с с римским императором можно предположить что такого рода перспективу и считал благополучный ирмиял значит еще в самом начале царствования цитки я у этот текст мы тоже уже рассматривали он надевает на себя ярмо а также посылает подобные подобную же вещь требует чтобы подобная же вещь была послана всем окружающим иудею царям с тем чтобы продемонстрировать что в восставать против вавилона бессмысленно и бесполезно надо покориться именно вот в этом тексте 20 главе книги ирмиял произносится знаменитые слова что я отдал землю во власть на ухода носор и всякий народ и царство которые не будут служить ему будут уничтожены теперь с такого рода посланиями с такого рода посланием ирмия уж обращается царю пытаясь по всей видимости убедить его в том что восставать против вавилона не нужно тут надо еще иметь ввиду что как бы восставшие рассчитывают на поддержку египетской армии в египте в этот момент становится фараоном хофра который действительно обещает такую поддержку и даже ее оказывает на известном этапе восстания но это мало чем помогает и вот скажем здесь приводится текст 21 главе где царь обращается к пророку с просьбой чтобы тот помолился к богу и сделал бы также совершил некое чудо а как он делал раньше и отвел бы вавилонин от нас на что ирмияу отвечает царю господь сказал так я за то что вы бою эти против вавилона я соберу вас внутрь этого города и буду воевать против вас мышцы упростертой рукою протянутой мышцы сильную в гневе великом это такие слова хотя и выражены в такой стандартной дифтерономистической риторики по содержанию своему в общем довольно необычные то есть пророк утверждает что бог присоединяется к врагам израиля чтобы воевать против иерусалима так что никого не останется единственная возможность вот здесь это проговаривается вот я даю опять же используется риторика книги дворин скажи этому народу я предлагаю вам путь жизни и путь смерти всякий кто остается в этом городе неминуемо умрет а всякий кто сдастся вавилонинам останется жив ибо я решил разрушить этот город значит да мы на самом деле не знаем это отдельный вопрос какой мере можно считать этот текст пророчеством постфактум то есть текст который представляет себя как пророчество на самом деле создавался уже после разрушения иерусалима пытаясь теологически это объяснить или же это действительно по крайней мере зерно этого текста содержит аутентичное пророчество иермияу о гибели города мы не можем однозначно ответить на этот вопрос но но во всяком случае пророку иермияу постоянно и последовательно приписана позиция связанная с тем что город не устоит и это есть выражение воли бога каков результат 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 таков что иермияу арестовывают вот например здесь в 32 главе говорится что когда вавилонские войска осаждают иерусалим иермияу находится в тюрьме под стражей куда его поместил сам царь ци кияу царь иудеи сказав почему ты про пророчествуешь такое говоря что господь отдаст этот город в руки царя вавилона и что царь иудеи не сможет спастись от руки вавилония а будет отдан в их руку в их руке значит опять же поскольку здесь дальше в этом пророчестве достаточно детально описано то что произойдет царем ци кияу и это то что произошло с ним согласно книге царей в частности что его что он будет судим царем вавилона возможно опять же это как бы пророчество постфакту но для нас важно то что здесь последовательным образом выражается вот такая теологическая и политическая оппозиция а значит теперь я не буду сейчас все тексты разбирать которые я тут вообще говоря приготовил потому что это их достаточно много я сразу перейду к основным а вот ирмияу находится в под стражей и в 37 главе книги книга построена довольно странным образом книга ирмияу там она построена не по хронологическому принципу по совершенно другому вот но так или иначе тут говорится о том что когда царь 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 иудея пришел к власти он не слушал ни он ни его близкие не слушали слов господа которые были которые передавались через пророка ирмияу при этом рассказывает говорится что опять же повторяется вот эта ситуация в которой царь посылает своих делегатов пророку попросить чтобы пророк помолился ирмияу конкретно вот в этот момент здесь написано не находится под стражей и это тот момент когда войско фараона хофра выходит из египта и и в вавилонине узнав об этом на время оставляет и русалим время казалось бы благоприятное время казалось бы благоприятное и пророк отвечает тем не менее царю иудеи следующим образом то что фараон вышел вам на на помощь ничего не значит он вернется обратно а в вавилонии будут воевать против этого города захватит его и сожгут огнем так сказал господь не обольщайте себя что уйдете мыслями о том что вавилонины уйдут отсюда ибо даже если бы можно было предположить что вы побьете вавилонин ясна и останутся только убитые заколотые вавилонины вавилонины они встанут и сожгут этот город как бы восстанут из мертвых и сожгут этот город это может вызвать у нас память ассоциацию с история о том как ассирийцы осаждали иерусалим и мы помним там в той истории ночью так это рассказывается ангел божий уничтожает ассирийское войско и все они полегли мертвыми у стены иерусалима и таким образом была достигнута было достигнуто спасение победа так вот этот наш текст опровергает такой сценарий он говорит даже если бы они погибли вавилонии они бы встали и все равно бы сожгли этот город более того более того интересно обратить внимание на еще одно обстоятельство здесь то что говорит пророк ермиял чрезвычайно напоминает речь персонажа который опять же участвует появляется в истории осады синахириба иерусалима и речь идет о вельможи самого синахириба которого зовут рафшаке точнее не зовут а это его звание рафшаке мы обсуждали свое время эту фигуру он обращается к осажденным и говорит им сдавайтесь вам не спастись не обольщайтесь тем что вы как бы можете избежать захвата города используется даже тот же самый глагол альташиук ирмиял действительно в известном смысле предстает здесь как своего рода такая пятая колонна он говорит слова подобные тем который проговаривал враг в истории спасения Иерусалима от ассирийского нашествия там это был враг который говорил на иврите находясь вне стены и обращаясь к осажденным здесь ирмиял находится внутри но говорит те же самые слова впоследствии как мы увидим всей этой парадигмой воспользуется писатель времени римского восстания Плавий Иосиф который фактически как бы соединит в себе черты обоих персонажей и ирмиял и рафшаке на самом деле про самого ирмиял дальше рассказывается что он пытается бежать из города как тут говорится значит вот это странное такое слово и вышел ирмияу из Иерусалима дабы отправиться в землю Бенемина земля Бенемина это его собственно говоря родина он происходит из места называемого Анатот там где сегодня располагается арабская деревушка Анато ирмияу из Иерусалима ирмия 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 обозначает убегать спасаться так вот ирмия пытается убежать из города его ловят ловят прямо у ворот и обвиняют в государственной измене прямо так и говорят ты пытаешься переметнуться на сторону вавилонин и сдаться им в самом деле человек пытается убежать из города во время войны ирмия категорически отрицает свою вину и говорит это ложь я не хочу я не собираюсь перебежать вавилонин но его естественно никто не слушает его хватают бьют и и сажают в тюрьму где он и находится вплоть до того момента когда его посещает сам царь царь циткияу возможно тот отрывок который мы читали где говорилось о том что ирмияу находится под стражей куда посадил его куда его посадили по распоряжению царя это на самом деле версия того же рассказа который мы читаем сейчас только здесь инициаторами ареста является не царь а вельможи царя царь же посещает его тайно и спрашивает да и судя по всему как бы дело идет к концу это последний этап осады есть есть ли слово господня у тебя ирмияу отвечает все тем же все той же фразой ты будешь отдан в руки царя вавилонского при этом ирмияу просит царя о том чтобы тот освободил его из подстражи или по крайней мере облегчил условия его пребывания подстражи и царь на это идет в следующей главе глава 38 книги ирмияу рассказывается о том что услышав пророчество ирмияу о сдаче о том что город должен быть сдан вавилонином вельможи сами приходят к царю и говорят что этого человека следует предать смертной казни потому что он как тут сказано ослабляет руки воинов то есть как бы мы бы сегодня сказали ослабляет их дух которые воюют которые сражаются за город он говорят вельможи не ищет блага этому народу а наоборот хочет зла и в этой сцене царь циткияу описан как фигура достаточно слабовольная зависящая от своих вельмож и министров который говорит я все равно не могу вам противостоять делайте с ним что хотите и ирмияу бросают в яму в яму где глина каковой ирмияу почти тонет задыхается находится на грани смерти нет сомнения в том что автор этого рассказа опирается здесь на другой хорошо нам известный рассказ о том как братья Иосифа бросают его в яму где он почти погибает здесь есть очевидные словесные сигналы например написано ва бор эйн майм ким тит и в яме нет воды а только глина в истории с Иосифом написано яма пуста в ней нет воды в результате за ирмияу вступается человек не очень понятного статуса его зовут здесь эвэдмэлэхакуши ишсарис то ли евнух то ли стражник если исходить из его прозвища то видимо инородного происхождения возможно пришедший из Египта эвэдмэлэхакуши который взывает к царю и говорит что не гоже так вести себя по отношению к пророку который умирает там в яме и действительно царь отдает приказ поднять ирмияу из ямы его поднимают вытаскивают из ямы и опять таки сажают под стражу царской царскую тюрьму царь снова является царь к пророку опять же тайна и тоже просит у него и опять же просит у него чтобы тот сказал ему слово божье на что ирмияу ему говорит даже если я скажу тебе его ты же все равно меня умертвишь а слушать меня не станешь царь клянется ирмияу говоря что он послушает его и что он не отдаст его в руки своих вельмож которые хотят ирмияу уничтожить убить и ирмияу снова разражается все той же речью согласно которой необходимо немедленно сдать город царь говорит о том что он боится сделать это боится как своих вельмож так и тех кто уже переметнулись на сторону вавилонин и видимо будут строить козни против царя в конечном итоге диалога не получается царь не в состоянии решиться на что-то определенное единственное что он сдерживает свое обещание здесь и не передает ирмияу своим вельможам и говорится о том что ирмияу продолжает находиться под стражей вполне возможно что этот рассказ есть как бы исправленная или улучшенная версия предыдущего очевидно что это дублеты в обоих случаях рассказывается о том что царь беседует с пророком просит у него божественный оракул в обоих случаях оракул тот же самый и в обоих случаях царь не может решиться на то чтобы исполнить слова пророка но уступает его просьбе облегчить условия его содержания под стражей но при этом в первом рассказе в 37 главе ирмияу выглядит достаточно беспомощным и униженно просит царя об облегчении его условий типоль я умоляю тебя ты перевел меня из этого места чтобы я не умер в то время как в 38 главе ирмияу предстает как раз как человек в себе абсолютно уверенный и не столько умоляет и просит царя сколько требует и более того сам царь придумывает некоторую легенду ирмияу что если к тебе придут мои вельможи и спросят как ты сюда попал почему значит почему тебя перевели в лучшие условия то ты тогда скажешь что ты умолял царя чтобы это сделать то есть как бы инициатива царя не самого пророка так или иначе если подытожить на данный момент то что мы видим мы можем сказать что даже если ирмияу возлагал исходно какие-то надежды на царя то на последнего царя иудея циткияу то эти надежды рассвеялись как дым в результате во первых в результате того что циткияу поднимает восстание против Вавилона а во вторых потому что отказывается послушать его и сдать город как бы здесь наверное следует обсудить я обращаюсь к вам может быть кто-то хочет высказать свое суждение по поводу такой скажем достаточно необычной роли которую играет пророк во всей этой истории роль человека который не просто предрекает катастрофу а который фактически не оставляет никакой возможности для спасения города и поддерживает открытым совершенно образом завоевателей являясь в этом смысле полным антиподом Ишаяу сына Амоца который утверждал что Бог во что бы то ни стал защитить город за полтора столетия до Ирмияу и как бы предлагал возложить надежду на Бога и быть уверенным в спасении Ирмияу изображается здесь явно противоположным образом вот если у вас есть какие-то соображения на эту тему то сейчас самое время их высказать перед тем как мы пойдем дальше есть у кого-то какие-то соображения желание выразить отношения к этому к этому нарративу ну окей да ну вообще он не вызывает симпатии у читателей я думаю и у меня слушая его и мне очень казалось интересным сравнение с Иосифом Флавием который тоже предсказывает значит поражение понимая мощи римской армии римской империи и его пророчество полностью тоже сбывается вот и но отношение к нему осталось на протяжении поколений как предателю перешедшему на сторону врага спасибо а пророк армияго остается таким вот ну в статусе пророка прославленного спасибо большое я думаю что тут еще можно мы на самом деле посвятим отдельное занятие типологической роли пророка армияго кто вообще строил свою что называется свою свою сиви исходя из ирмьяу в эпоху более позднюю эпоху второго храма но уж коли ты это упомянул то я обращаю внимание что в Талмуде тоже содержится история подобного рода история о рабане йоханане бен закай в Талмуде в медраше и караба во вот де рабинатан где рассказывается о том что рабан йоханан бен закай покидает город и выходит выходит кремлянам выходит кремлянам предсказывая Веспасиану близкую близкое царство рассказ с точки зрения исторической мало достоверен потому что Веспасиан никогда не находился у стены Русалима у стены Русалима как известно находился его сын Тит но любопытно что это та же самая парадигма и рабан йоханан бен закай опять-таки остался в памяти народной как фигура позитивная значит и мы конечно можем поставить действительно этот вопрос а почему собственно Флавий аут а Ирмияу и рабан йоханан бен закай ин и я думаю что ответ главный лежит здесь в такой плоскости что Флавий не просто сдался в плен если бы он сделал только это то может быть его память в лоне еврейской традиции не была бы предана забвению но он активно сотрудничал с осаждающей армией став фактически ее частью и от ее имени ведя переговоры с осажденными от титула посылал вести такие переговоры в этом смысле он в самом деле гораздо больше похож на Равшаке чем на Ирмияу который находился внутри города а кроме того не забудем что в результате всего этого Флавий уехал в Рим ставший римским гражданином фактически клиентом императорской семьи и писал большую часть своих произведений на греческом языке для как бы внешнего пользы не для своих соблеменников поэтому с точки зрения литературной его тексты как и вообще тексты на греческом языке были отринуты рабинистической традиции но и как человек он оказывается оказывается тем кто воспринимается как отрезанный ламут в то время как и Ирмияу и Рабан Йоханан бензакай по поводу Ирмияу мы видим это немножко ниже оба остаются на территории страны Израиля высказывая некие просьбы и хотя фактически сотрудничают с современными терминами с оккупационным режимом но при этом все-таки как бы остаются со своим народом как говорил поэт как писала Анна Ахванова там где мой народ к несчастью был вот это как бы видимо то что является такой защитной грамотой охранной грамотой и для Ирмияу и для Рабана Йоханана бензакая опять же надо понимать что и в случае Ирмияу и в случае Рабана Йоханана бензакая с нами говорит фактически не сам человек с нами говорят те кто уже рефлектирует на тему связанную с этим человеком Рабан Йоханан бензакай после себя не оставил какого-то специального описания событий об этом рассказывают рассказчики в этой в этом нарративе талмудическом и что касается Ирмияу опять же даже если полагать что пророчество упадения Иерусалима в результате нашествия Вавилонин это пророчество исходно аутентичное и действительно последовательным образом Ирмияу повторяет но сам то рассказ о всем что происходит с ним это рассказ не самого Ирмияу это рассказ через какое-то количество времени пересказываемый рассказываемый авторами чьи тексты были включены в книгу Ирмияу они таким образом видели происходящее и они несомненно Ирмияу оправдывают в этой ситуации потому что считают что утверждают что все что Ирмияу говорит исходит от Бога и поэтому непослушание царя Циткияу приводит к катастрофе значит мы увидим дальше еще один такой существенный момент связанный с тем как был освобожден Ирмияу из-под стражи мы немножко ниже об этом поговорим сейчас же просто вот я представляю перед вами заключительный кусочек этой истории где говорится о том как в девятый год Циткияу в десятый месяц то есть месяц ТВ начинается осада Иерусалима в 187 году а на одиннадцатый год Ирмияу в месяце четвертом то есть месяце Томуз девятого числа месяца была пробита стена города мы постимся сегодня те кто постится в память о храме делаем это 17 Томуза это связано с тем что делается попытка синхронизировать предлагаемые даты этих событий как связанных с первым храмом так и со вторым и выбирается некая одна дата предполагается что во втором храме это происходило 17 Томуза и в результате как бы эта дата и была избрана и говорится о том что вавилоняне вавилонские вельможи восседают у ворот города и собственно это такой символический жест связанный с захватом города Циткьяу и его люди бегут из города но это их не спасают и их ловят где-то недалеко от Ерехов мы это обговаривали Циткьяу попадает на суд к Худоносору в Ривлю место которое находится в современной Сирии Эрцхамат здесь это называется и его судят на его глазах убивают его сыновей его самого ослепляют и закованного уводят вавилон и на этом действительно история Циткьяу последнего царя иудеи заканчивается как бы это не концовка всей истории как мы увидим не концовка истории как в книге царей так и в книге Ермияу то есть там появляется некоторый просвет но связанный не с Циткьяу а как раз с его предшественником и племянником Йояхином но это отдельный разговор теперь в качестве сравнения в качестве сравнения я привел еще один здесь текст который принадлежит Ехискелю пророку Ехискелю который находится в Вавилонском изгнании уже к тому времени около десяти лет и вот любопытно как он трактует происходящее значит Ирмияук повторяю его теологический как бы поинт его основное основное послание состоит в том что Бог отдал Навуходоносору весь мир во власть в этом смысле это тоже напоминает утверждение Флавия о том что Бог отдал во власть Рима весь мир весь цивилизованный мир и поэтому бунт против него это бунт против Бога это мы сказали а вот что касается Ихискеля то тут есть некий интересный поворот которого мы не находим в Ирмияу он говорит буквально следующее что Циткияу обязан своим воцарением Навуходоносору и когда он был воцарен он принес клятву Навуходоносору и клялся именем Бога и то что он взбунтовался против Навуходоносора послав к нему послав своих свою делегацию в Египет с просьбой о помощи военной помощи в том числе он тем самым нарушил эту клятву нарушил этот договор такой человек говорит Ихискель не может быть спасен так он говорит я клянусь своей жизнью от имени Бога Я клянусь что человек который призрел клятву призрел нарушил договор он умрет в Вавилоне и никто ему помочь здесь не сможет потому что клятвопреступник неизбежно должен быть наказан как бы последний текст это уже текст более поздний текст суммирующий все это это текст из книги написан в персидскую эпоху где прямым ясным совершенно образом говорится о том что вина состояла в том что он с одной стороны не смирился перед пророком Ирмияу который обращался к нему напрямую от бога а также он восстал против царя Вавилона которого который заклял его богом то есть автор Деврея Мим соединяет обе версии и версию Ирмияу и версию Ихискеля превращает их в единую версию обращаю ваше внимание на то что нет в Танахе текста который бы каким-то образом попытался бы оправдать циткиел и сказать что его решение было оправданным решение восстать против Вавилона конечно по результатам судят историю судят по результатам даже я бы сказал даже по отношению к Баркохве который привел тоже в результате восстания начавшегося в 132 году привел Иудею в результате катастрофы отношения к нему в раввинистической традиции по меньшей мере неоднозначны сложны его согласно Иерусалимскому Талмуду Раби Акива объявляет мессией вот царь мессия когда он увидит Баркохву он цитирует некий стих из книги Бамидбара говорит это царь мессия царь помазанник и даже когда описывается в Иерусалимском Талмуде ход восстания видно что несмотря на некую общую критику высказываемую в адрес Баркохвы за его так это по крайней мере видит опять же рассказчик рассказчик за его самомнение гордыню нежелание положиться на Бога и так далее тем не менее рассказчик находит нужным подчеркнуть что в осажденном городе есть есть человек который все время молится о победе и о спасении этим человеком является раби Ильазар Гамодаи некоторые пытаются отождествить его с личностью упоминаемой монетах времени Баркохвы Ильазара Коген у нас нет полной уверенности что в самом деле это одно и то же лицо но для нас существенно отметить что Ильазара Мудаи раби Ильазара Мудаи не обращается к Баркохвы с требованием сдать город хотя сдать Бейтар хотя очевидно что игра проиграна нет он молится о спасении его гибель согласно рассказу приводит в результате к падению города и в этом виноват сам Баркохвы но как бы я хочу сказать что отношение тут к руководителю восстания и к восстанию поднятому им более сложное нежели то которое мы находим в Танахе по отношению к этому последнему восстанию приведшему к разрушению первого храма скорее это описание напоминает чем-то действительно описание Флавия когда Флавия описывает Римскую войну и во всем обвиняет руководство которое эту войну развязало подняло восстание у меня нет сомнения я написал об этом свое время статью что Флавий совершенно сознательно играет здесь под текст книги Ирмияу и старается создать такой ремейк и это но все-таки действительно удивительно что доброго слова по поводу Циткияу который хотел хотел сбросить чуждое владычество Ярмо Вавилонин ни у кого не находится единственный текст который возможно возможно как-то что называется становится на сторону Циткияу во всем случае вспоминает о нем с любовью это текст который находится в книге Эйха возможно потому что имя царя там не называется книги Эйха так называемый плач Ирмии сейчас я скажу об этой книге пару слов в какой мере действительно можно приписать эту книгу пророку Ирмияу но так или иначе в четвертой главе этой книги содержится такой пассаж мы на самом деле его один раз цитировали там говорится так что наши преследователи были действовали быстрее чем орлы и гнали нас в пустыне и дальше такой возвышенный стих руха пейну нишия хадонай нилькат бешхитотам ашарамарну бецелоних явагоин дыхание наздрей наших помазаник господин был схвачен в их сети в их ловушку тот о ком мы думали и говорили что под сенью его мы будем жить среди народов ровенистическая традиция более поздняя истолковала этот стих как относящийся к царю Йошияху к отцу Саткияу который погиб как мы помним при попытке перепятствовать прохождению египетской армии через Иудею погиб при Магидо и согласно книге Деврея Мин Ирмияу его оплакал а поскольку ровенистическая традиция исходит из того что книга Эйха плач Ирмии это как бы развертка изначального плача по поводу Йошияу она включает в себя плач по Йошияу и продолжает его дальше плач о разрушенном Иерусалиме то этот наш стих толкуется именно в связи с Йошияу но тут надо иметь ввиду что у нас нет никакой уверенности в том что автором автором книги Их мог являться пророк Ирмияу первым кто заявляет о таком авторстве переводчик этой книги на греческий язык который перед непосредственно переводом добавляет заставку где пишет Ирмияу сел около разрушенного города Иерусалима и оплакал его понятно почему так решает переводчик сделать потому что Ирмияу в одноименной книги действительно часто обращается к теме плача призывает оплакивать Иерусалим который погибнет в скорости а кроме того переводчик септуагинты знает конечно и тексты с Девреемием где говорится о том что Ирмияу оплакивал Йошияу но есть целый ряд признаков которые не позволяют с очевидностью утверждать авторство Ирмияу книги Иха Ирмияу позиционируется все-таки в основном как пророк а не как оплакиватель но главное состоит в том что есть целый ряд идеологем определенных идеологических установок которые противоречат тому образу Ирмияу который мы встречаем в книге Ирмияу в самой книге Ирмияу так вот возвращаясь к нашему стиху можно предположить что скорее всего он как раз относится к циткияу ведь речь идет о разрушении храма и о той беде которая постигла народ в связи с этим событием и поэтому самым естественным образом можно предположить что дыхание наших помазаний господень это как раз циткияу опять же раввинистическая традиция отказывается от такого отождествления помимо прочего потому что давлеет здесь парадигма из тех текстов которые я вам представил и согласно которым циткияу исключительно отрицательный персонаж по поводу которого нельзя сказать ни одного доброго слова но вот такое доброе слово на мой взгляд все-таки в книге Иха находится опять же самое время если есть у кого-то вопросы или замечания сейчас их озвучить это Иосиф я хочу немножко продолжить но обвинение того что Иосиф Флавий дескать нельзя его сравнить потому что он ушел в Рим это нерелевантно потому что Иосиф Флавий оказался рабом он не мог не поехать то есть тит его с собой везет и все он его раб он белый раб в хороших условиях но он все равно раб и он не может не подчиняться еще один момент что Иосиф Флавий пишет в самом начале что он решил остаться в живых только ради того чтобы оставить в памяти людей вообще еврейского народа героическую героическую борьбу еврейского народа за свою независимость и этим он единственное оправдывает и дает оправдание своему решению и оно слышится очень нормально и достойно в моих глазах я хотел бы поправить тебя он говорит нечто большее говорит о том что он решает остаться в живых потому что у него послание от бога к Веспасиану с этим посланием он приходит к Веспасиану и говорит что я не просто пленник а я посланник бога который предрекает тебе царство опять же можно по-разному воспринимать этот текст но как бы и здесь и здесь Флавий совершенно сознательно позиционирует себя как такого второго иеремина окей такое имя это имя раба ну да но я хочу еще другую тему затронуть вот один такой аспект как ты сказал что значит все всевышние через иермиягу говорит вот сдайтесь вы должны сдаться ибо я решил уничтожить этот город а кто-то из мудрецов хоть раз задавал вопрос а почему бог решил уничтожить город это один вопрос а второй такой момент что если все сдадутся то тогда город не будет уничтожен нет смысла уничтожать город сдался его ограбили забрали все золото деньги забрали там красивых девушек забрали там в рабство а город какой смысл разрушать никто его не будет разрушать разрушают именно как в результате того что он сопротивляется это и вызывает разрушение то есть реально смотреть. А если бы я решил создать город, то город остался бы целым? Возможно. Это не факт, но возможно. Все равно за само по себе восстание, мятеж, город мог быть хотя бы частично разрушен, во всяком случае независимости он бы уже не получил. Но я согласен с тобой, что здесь есть некая двойственность, потому что опять-таки автор текста знает о том, что город таки был разрушен. Но что касается вопроса, за что он был разрушен, это как бы не вызывает ни у кого сомнений, потому что это напрямую озвучивается. Город разрушается за преступления, совершенные его жителями, в первую очередь правящей верхушкой, но и народом в целом. Какие именно эти были преступления, это зависит, ответ на этот вопрос зависит от того, к какому тексту мы обратимся. Кто-то будет опирать... Что? Не важно, за какие именно преступления, но наказывают наказание наказывают людей, а не здания. Людей наказывают, они уходят в рабство, их угоняют в рабство. Они были вельможами, стали рабами и так далее. Это рабство. не совсем так. Это не совсем так, потому что, опять-таки, тут надо иметь в виду, что такое разрушение города, в котором находится храм, посвященный Богу. Это, казалось бы, на первый взгляд, обозначает слабость этого Бога по отношению к завоевателю. Такую теологическую установку допустить невозможно. Поэтому предлагается объяснение. На самом деле, оно не оригинально, потому что мы еще в мерзких текстах находим такие объяснения, что почему города разрушаются, города разрушаются, святилища разрушаются, а потому что Бог-патрон их покидает разгневавшись на свой город по той или иной причине. Поэтому город разрушен. Город, в котором находится святилище, город-храм, является как бы некой наземной презентацией божественного жилища. Его разрушение обозначает отказ Бога от того, чтобы в этом месте продолжать пребывать. Особенно ясно это описывается у Ихискеля, который в такой картинной форме изображает божественную колесницу, которая оставляет город и поднимается в небеса. Бог погибает город, поэтому уничтожение города это часть наказания. Бог отказывается от поддержки своего народа, своего города. Это как бы идет в одной связке. военачальник обкладывает только данью, которые должны постоянно платить, вынести огромную сумму, забрать все деньги, все золото, серебро, что есть в городе, и все, ему нет смысла разрушать. Иногда так бывает, но не всегда. Зависит от того, что происходило. В случае с Александром там не было открытого восстания. Это неважно. Допустим, было восстание, но если руководители восстания или царь, неважно, руководители восстания осознали, что все, они проиграли и они сдаются, вывешивают белый флаг, сдаются, то все так они поднялись на бунт, это была их ошибка, это была их ошибка, глупость и так далее. Все, они это осознали. Это возможный вариант. Это возможный вариант, не всегда так происходит, но это возможный вариант, так это произошло за 11 лет до разрушения Иерусалима. Именно то, что ты описываешь, произошло во времена Ивайахина, который сдался, как только наухода он появился и ушел в изгнание, город остался. Такое может быть. Опять же, это зависит от решения захватчиков. Они могут оставить, они могут, если защитники сдались в плен, они могут оставить город, могут и разрушить. Это в значительной степени зависит от их решения. Но, опять же, я согласен с тем, что здесь есть некая двойственность в этом описании, что, с одной стороны, Иеремияу говорит, единственный способ вам остаться в живых это выйти из города, потому что Бог принял решение, город разрушен. А, с другой стороны, если вы выйдете живыми, то из этого реально могло быть следствие, следствием решения Вавилонин о том, чтобы город не разрушать. Но, реальности этого не произошло. Еще у кого-нибудь вопросы, замечания? У меня такой вопрос насчет Циткия. Значит, ну, вот, почему он, так сказать, выпал или попал в такое, значит, опалу. Вот. Не упоминяется ли где-то или как-то вот, что вот он как бы дал клятву царю вместо того, чтобы быть все время привязанным к Всевышнему. То есть, может быть, в этом его главное как бы преступление, это отступничество. То есть, при всем при том, что в свое время это как бы имело какое-то значение, может быть, царь помиловал и так далее, и так далее, но то, что он не продолжал как бы прислушиваться к голосу Всевышнего, то есть, как бы его приводят как бы в контраст тем, кто, значит, продолжает при всем при том, если отказываются они, то есть, те, кто подняли восстание, все-таки пошли, и они тоже как бы нарушили как бы в общем-то все, идея сводится к тому в любом случае, что есть Всевышний и тот, кто не подчиняется, не прислушивается, даже если нужно сдать город и все, он оказывается наказанным, то есть, тут все, конечно, так подыграно, так как нужно, так, чтобы народ восстал и чтобы разрушили, то есть, это постфакт уже все, Смотрите, Эмиль, то, в чем вы говорите, такого нет, да, вот, чтобы кто-то обвинился, таки, я в том, что он принес клятву на верность Навуходоносору, а не должен был, да, то есть, как бы, этот факт принимается исходно, что он был воцарен, поставлен на царство Навуходоносору, значит, опять же, и дифтероно-мистическая школа, и как бы в этом смысле видимо Ермияу как личность, как фигура в этом смысле ей соответствовал, полагали, что восстание против Вавилона это и есть трагическая авантюра, которая в конечном счете приводит к несчастью, хотя у этого несчастья есть причины более глубокие, вызвавшие гнев Бога. Тут как бы всегда двойная причинность. В конечном счете любое событие является либо наградой, либо наказанием за то или иное поведение, но у него есть некий триггер, этим триггером в данном случае является восстание против Вавилона. Никто и нигде не говорит о том, что Циткияу должен был отказаться от предложения Навуходоносора стать царем. Это не обсуждается, то есть у него не было другой возможности. Понятно, я про это не говорю. Царем стал благодаря тому, что Навуходоносор его поставил на царство. Я имею в виду то, что при этом он как бы никто за него как бы то, что вы говорите хорошего слова не сказал, и он как бы такие случаи могли бы быть, да, то есть когда кто-то восстал и так далее, народ был наказан, город был сдан в конце концов, но вот то, что он как бы то есть он в конце концов может быть даже больше какой-то предатель, чем даже Флавий, да, в этом отношении, то есть он волей-неволей, то есть тогда это может быть было как-то оправдано, что его поставили главой и все такое, вот, и царь их отпустил там в конце концов, вот, но то, что он так вот поступил, то, что он в свое время как бы воспользовался значит милостью царя и был поставлен и все, то есть в этом смысле это какой-то как бы ну больший грех может быть даже, чем просто восстание или неслушание пророка или что-то такое. Смотрите, я не знаю, это как бы я исхожу из пытался представить вам те позиции, которые отражают сами тексты, которые отражают именно такого рода позицию. Теперь с точки зрения ну как бы чисто человеческой, поэтому-то этот вопрос и задал. Циткиау как раз можно понять, а то, как ведет себя пророк в этой ситуации вызывает некоторые некоторые, по крайней мере, моральные неудобства, потому что фактически город осажден вокруг враги и он призывает к сдаче, а не к защите города. Это это та дилемма, которую я хотел представить вам. Теперь мы в следующий раз еще ее и заострим, потому что мы увидим, что из-под стражи, согласно библейскому тексту, Ирмияу освобождает вавилонская власть. Он освобожден из-под стражи по личному приказанию на уходоноса. В следующий раз мы обсудим это. Обсудим также сам сюжет, связанный с разрушением Иерусалима и историю о Гидалии сыне Ахикама, который стал вавилонским, согласился сотрудничать с вавилонским режимом и стал наместником иудеи после падения царства. Это то, чем мы займемся в следующий раз. Дима, еще позволь мне добавить еще. То, что Иосиф Лави говорил от имени римлян и был за стенами, а Иермиягу был внутри стен, это ничего не меняет с моей точки зрения. Иермиягу также говорил от имени вавилонян, как Иосиф Лави говорил от имени римлян и призывал им с точки зрения сдаться. Но еще здесь я хочу сказать по поводу пророка Иермиягу. Он вызывает у меня отношения именно как предатель, и вообще крайне отрицательное отношение к нему складывается. Потому что он в отличие от Машир Абейну, он не просил у Бога прощения, не умолял Бога простить и сохранить народ. А почему-то в этом так уверен. А почему-то в этом так уверен. В этих текстах я вам этого не представлял. Но на самом деле в книге Иермиягу он как раз ни раз и ни два предстает как предстатель за народ и более того даже напрямую сравнивается с Муше. Он вообще отказывался изначально. Он не хочет на пророка. Да, это верно. Смотрите, опять же, на мой взгляд, то, что ты отвергаешь как незначительную деталь, на мой взгляд, эта деталь все-таки значительная. С какой стороны стены ты находишься. И куда ты в результате попадаешь. Любопытно в этой связи отметить, что когда это немножко как бы вводит на следующий сюжет, но когда Флавий описывает в иудейских древности, вот этот эпизод освобождения Ирмияу, то он добавляет к нему нечто. Добавляет он следующее. Ему Наузарадан, военачальник Вавилонин, предлагает уехать в Вавилон. Вот то, что в результате произошло с Флавией. А по словам Флавия Ирмияу говорит, я не могу покинуть развалины родного города, который я должен оплакивать и находиться вместе со своим народом в его несчастье. А это то, что Флавий рассказывает Ирмияу, явно добавляя, и ощущение такое, что это как бы его собственная рефлексия по поводу того, что сам он не сделал, а должен был сделать. Хотел бы сделать, но не мог. Хотел бы сделать, но не мог. Не факт. Насчет того, хотел или не хотел, не факт. Мы даже не знаем о том, он никогда сам этого не пишет. Хоть раз он вернулся, посетил после разрушения иудеи свою родину или нет. Но это как бы отдельный, опять же, вопрос. Ну что, будем сегодня тогда завершать. Время наше вышло. Да, по-видимому, да. Я просто хотела, если прекрасное творение, которое я люблю, если уже зашла речь о Ирисе, не Флавии. Флавия, Иосиф это имя, забыла, Флавия это имя Раба, там, я не знаю, на нее потрясающее впечатление произвело бы обязанность на жизнь двум девушкам, которые спрятались, так что их не нашли. Про Гамлу и про Иосифа Флавия. Я могу, если кому-то интересно прислать. Да, пошли, конечно. Пошли, пожалуйста. Я не знаю, куда, но я могу. Послать можно просто Натану, а он уже перешлет всем. Да. Оно очень, очень, очень задевает. Я просто его не помню, наизусть. Там, с одной стороны, есть описание жизни Флавия, Иосифа Флавия, а с другой стороны, что было в Гамле, и что там две маленькие девочки спрятались, их не нашли. А чей-то текст, Хама? Я забыла, поэту, просто потрясающе. Пошли, пожалуйста. Я пришла Натану, пошли, пошли, Я в то время уже засыпаю. Ладно, всем всего хорошего. Спасибо. Хотел буквально одно слово, я понимаю, что времени уже нет. Такое на полях замечание, не знаю, это у меня такое впечатление общее. Все-таки мы говорим про человека, который пророк, да, как бы, когда есть несколько другой уклон разговора, то говорится, что пророк, пророческое слово, возвращение пророчества. Такое вкладывается впечатление, что у пророка нет никакого бетахона, то есть нету никакой гарантии, он ничем не отличается от простого смертного. В этом отношении я не говорю о том, я халил, я не обвиняю, что он точно так же дрожит за свою жизнь, он точно так же мучается. То есть такое впечатление, что у него не то, чтобы даже дивидендов, у него никакого бетахона, у него никакой уверенности вообще нет абсолютно, несмотря на то, что он по статусу как бы совершенно выделен вообще из людей. Или это так, или это в пересказе так говорится. Но это ужасное ощущение, нет? Более того, Ирмияу напрямую на это жалуется. Да? На то, что да, что есть тексты, в которых он жалуется на то, что вот его преследуют, что его ощущение такое, что Бог его не защищает. И, в общем, как бы он поэтому не хочет инвестицию, потому что это превращает его в несчастного человека. Ужасно. Ужасно, да. И приходит на ум Муше, который отказывался от своей роли, потому что, по-видимому, это такая же ситуация. Человек понимает, что дивидендов никаких не будет, будет только царот. Сравнивать с тем, что у нас происходит, я не знаю, вы Афгель или нет, не в Хар-Цебур. Если человек не в Хар-Цебур, то ему тут же полагается, ему полагаются охранники, ему полагается собственный офис, пенсии, все, что хочешь. Здесь ты избранник Бога, тебе не полагается ничего. Такие доказательства, что он избранник Бога. Ребята, было же много лжепророков. Только по постфакту, после смерти, после какого-то периода, можно оглядываясь назад, сказать, кто был лжепророком, кто был лжепророком. О него известно, что он не лжепророк. То есть, у него явно... Потом, после того, что был разрушен храм, был разрушен Иерусалим, потом осознали его, что он был не лжепророком. А когда... А кто того? Как можно было знать, что он пророк или он лжепророк? Смотрите, так действительно, это... Это самое интересное. Да, по всей видимости, таковым его и считали те, кто, опять же, согласно нашему тексту, его преследовали. Считали, что он, на самом деле, в корыстных интересах своих личных, чтобы сдаться Вавилонинам, он вот эту адженду всю проводит. Верно? Верно. Смотрите, мы подведем некоторое... В следующем занятии мы подведем некоторый итог, связанный с фигурой Ирмияу. Вот. И как бы возобновим тогда этот разговор. А как быть с этой фото, которую мы сейчас читали, когда говорится, что иди и говори, то есть я тебе скажу, я твоя защита, никого не бойся, и так далее. А фактически... То есть это неоднозначно все, это не так просто. Верно. Да, ему обещается эта защита, а фактически он потом говорит, что это защита. Нет. Да. Да. Ужасно. То... Ну, хорошо. Всем большое спасибо. Я просто хочу сказать, я посмотрела сейчас, его фамилия поэта Юрий Михайлик. На самом деле, это совершенно какое-то потрясающее на меня впечатление. Я могу прочесть две последние страфы, если вы готовы услышать, а нет, я просто пришлю. Нет, в любом случае пришли. В любом случае пришли. Нет, два последних не куплет, а как называть страфы, четверостища. Да. Он там шесть или семь, а два последних я прочту. Он писал прекрасные книги, он улыбался славе, его любили красавицы, у него удалось судьба. Он и сегодня известен нам, как Иосиф Флавик. Флавик – это имя хозяина, а Иосиф – имя раба. Мы обязаны памятью предателям и мрадерам, мы обязаны сладостью горьким всходом земли, мы обязаны жизнью двум девочкам, тем, которым удалось спрятаться так, что их не нашли. Да. Ну, ты пришли, пожалуйста, полностью стихотворение, чтобы можно было... Я просто, его нельзя поставить в чат, там нельзя копировать, только можно писать. Да, да, ну окей, просто пришли через Натана. Я пошлю в Натана. Дима, еще вопрос. В трилогии Оренбурга «Иудейская война» там заканчивается тем, что если Флавий приезжает в Иерусалим, приезжает в страну... Как Оренбурга? Ты имеешь в виду Фехтвангера? По Оренбургу он в Москву приезжает, нет? Фехтвангера, да, я говорю. Ну да, но это... Он действительно об этом там пишет, но у нас нет никаких доказательств того, что Флавий побывал в конечном счете в Иерусалиме. Это он как бы додумывает. Ну, хорошо, я думаю, может быть, какие-то сведения были у него, я подумал. Доказательств этому нет. Да. Хорошо. Спасибо большое. Окей. Спасибо, Дима. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Очень... Очень задевающее, очень задевающее занятие вполне как бы рефлектирует на то, что происходит. Всегда. И сейчас в том числе. Окей. Невхары и Цибур. Всем спасибо большое. Всем счастливо. Пока, Дима. Огромное спасибо. Спасибо. До свидания. Пока.